она такая мерзкая пока нигде нету голубого нужно 50 или 100 грамм выпить коньяка это дебют всем привет мои хорошие с вами селена свы и скромняшка крис dolce chile girl и все это в одном лице все это крис а сегодня представляете что будет за видео сегодня крестинка будет меня красить а вы знаете что мы вообще сидели не знаю напомните может кто знает не знает и крестина не может вспомнить и я по-моему она меня ни разу не красила на камеру и вообще по-моему она меня ни разу не красила ну-ка вспоминай я думаю что я тебя не красил поэтому следовательно это дебют наконец-таки ты мне подставишь свою светлую головешку мне кажется за все отомстит нет я просто думаю вдруг я всегда не предлагала свои слуги потому что я думаю вдруг тебе не понравится я не хочу отвечать за такие делишки нет она как-то предлагала предлагаю еще спорили с мамой кто будет меня красить я не спорила я рассказала и все думаю нет 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 пусть пусть селена мама у меня все время кристи не хочет сбагрить я грима ну ты побырому накрасишь уже у мамки рука просто набита как-то хотя кристи накрасить свою маму я себя окрашу и себя окрасить я раньше тебя начала хорошо ну ты сейчас мне кажется более профессионально но изначально я прокрашивала по прядкам а ты просто а давайте-ка и посмотрим как она покрасить селену свой тадам ну все я пошла теперь будем постоять постоять чем мы будем краситься вообще что тебе ждут подожди а что ты будешь красить корни аль длину я поняла что корни аль милирование будешь делать милирование не думаешь что ты мне доверишь сначала ты посмотришь как я тебе прокрашу кончики а ты смогла бы я вообще шапочку купила для милирования опередила давайте повторяешься впереди все возможно кристинке сделаем милирование шапочка из алиэкспресс давай следующий она пока думает но не сегодня так я купила вообще два вот таких капуса на 9 процентах и на 3 процентах а зачем тебе корни корни я крашу один к двум на 9 процентах а по длине будет у нас 3 процента я не стала брать полтора я решила на 3 взять ну чтобы цвет как бы по длине хочешь вот теперь ты знаешь уже немножечко больше об окрашивании сегодняшнего и я взяла две красочки девочки внимание я вас услышала наконец-таки мне кто-то смог растолковать я взяла окраски 1281 это лонда она пойдет на корни половина тюбика один к двум то есть одна часть краски две части 9 процентного оксида прекрасно делает корни без желтизны красивый жемчужный цвет а по длине я выбрала цвет 10 и 8 хотя есть там 10 81 но 10 81 мне показалось сколько то есть такой знаете сероватый какой-то темноватый оттенок да а 10 и 8 они прям идентичны были они прям рядом находились вот 12 81 и прям одинаковый цвет какой-то жемчужина красивый мне кажется сейчас должно быть все но я надеюсь они будут цветом отличаться и мы его будем делать один к одному на 3 процент у тебя 3 людей у тебя 9 у меня 3 да не верят короче я вас услышала да девочки даже где покупала краску вот эту вот 10 и 8 спрашиваю опять у продавщицы я говорю вот и вот я хочу 10 серию взять дыгрю 12 81 нельзя же по длине на 3 процентах красить она мне говорит почему же нельзя так это хорошо она возьмется можно так возьмется я так возьмется может возьмется но 12 серия осветляющая серия и она работает на 9 и 12 процентов так и вот позвонили поговорили все так и вот так и вот так и вот да просто серия 12 она осветляющая она может и работает с 3 с 3 и полтора процентами будет оттенок но она портит волосы так я так и поняла девочки мне 1000 раз писали я это уже знаю главное я снимал одно видео мне там это пишут я уже это поняла я это уже знаю а потом под следующим видео мне пишут силен но ты вообще не читаешь комментарии нас не слушаешь ну мы же тебе говорим да все я слушаю читаю девочки уже давно поняла просто мне никто не мог посоветовать какую краску вот по длине и на каком уровне выбрать вот десяточка поняли а тут двенашечка короче теперь будем делать и посмотрим что получится а кристиночка чили гел хотя вот это знаете и вот это hot pepper меня настораживает немножко сейчас мне как на чугит что-то она ход точно будет ход сейчас можно быть своеобразной яркой выразительной вот сейчас сделать мне огонь на голове спалит нафиг все поехали где еще взяла добавить в краску но это по длине не на корни на корни не буду добавлять потому что вроде хром энергетический комплекс он немножко смягчает осветление я по длине сделала какую цену все 9 рублей да хорошо да там еще бы и стиль стиль да еще у них был какой-то концепт что ли 80 рублей стоил там 10 миллилитров было а здесь так здесь 5 миллилитров а в концепт было 10 миллилитров но только там была стеклянная бутылка как хранить не знаю лучше вот эти 5 выложу вылью все еще так теперь поехали начинаем мы с корней ты поняла наливаем сюда 1 2 сначала мы наливаем оксид сейчас подожди я посмотрю сколько здесь у нас в бутылочки 12 81 девятку да мы с корней начинаем поэтому девятку так здесь у нас всего блин да что шерстя ли летит даже 45 это значит что здесь 60 миллилитров если здесь 60 миллилитров мы будем делать половинку мы будем делать 30 значит этого нам нужно 60 я тебе скажу когда хватит давай аккуратно оно должно все будет давать 50 на него же так равномерно пытаюсь налить все все да я думаю что вот это 60 почти 80 налили ну ничего страшно так и половинку наливаем краски ну красиво она такая села спрятала носит как я можно и доставлю так крис осенки взяли я вот хотела позавчера ты быстро побежала дом что ты там шумишь я разлила твою мать посмотри как я разлил по-моему вылилась лишнее как раз 20 миллилитров блин как мерзко а я еще это новый нас знамила значит долго будут носиться крис это мои новые шортики я так не хотела чтобы на них что-нибудь налилось блин а ничего не будет если просто оксид реакции нет и ничего не будет да девочки давайте посмотрим тогда я не буду экзастировать и вам будет как бы урок вы будете знать руках для запекания мешаю а ты знаешь что там не щипят ноги реально щипят ноги слышала кстати в процессе надо пошел я пойду наверное лучше с мой ой девочки ночью решила снять шутики у тебя заколка есть промыла немножко зачем такой щепку ну как закалывать что она не собирается закалывать там я не нравится а мне больно когда закалывать так что давай подстраивайся под клиента дорогуша моя в общем на куда-то вот спряталась не видно тебя как-то каш мешал как-то там удивляешься своему новому клиенту меня видишь как тебе повезло что я низкого роста давить или насилие как я в полу рост так вытаскиваем волосики держи давай ты мне будешь только говорить что что и когда красить в том плане что я слышала по длине что-то тебе ты расчесывалась до неделю назад только что ты видела как я расчесывалась что-то придумаешь так бери все и начинай вот сверху красить мне нужно еще тоненькая расческа я всегда прочесываю не наточку надо не нато будет больно синюю бери да там синяя зубчиками расческу слушая может быть вот этой попробуем вот она очень хорошо расчет сиди на минуту господи она взяла супер мелкую покажи нет я вот такую вот этой ату зачем взяла всякий случай какой-то не работа давай я буду плохо себя вести я тебя закалю синий же удобнее чем вот это сиди уже болтуха страшно так что окрасим уже да уже корни спи с полностью или только спереди мне пожалуйста никак себе не полостью давай давай пошути пошути уже что-то придумать свое короче просто начинаем сверху красим корни захвата то есть красишь сами корни чуть-чуть ты чуть-чуть захватывает акцент на какой зоне на всей нет ну что-то у тебя боль не выцвела например мне равномерно пожалуйста по всем корням давайте будешь держать ты можешь немножко ну поняла захватом брать не чисто по корням а еще туда захват так ивановна селена да и ванит пока мне вообще быстро сейчас мне надо приноровиться к твоей голове и что ты подсказываешь и что ты мешаешь сбиваешь толку это будет очень интересного пока помыше давай пониже доходя баночку до баночку повыше а голову пониже как-то обои брови в светлой нет не отчета с одной стороны только как раз вот так интересно у тебя такой метод да это экономия метод называется так мне так удобно смысле ты только с одной стороны красишь а потом мне удобно то вы увидели такой метод у нас новый метод блин я так и назову это видео метод крис понятно почему тебя блин канал назывался назывался уже мы переименовали изначально назывался дедаловна дедаловна у крестьян есть второй канал и она там жгет вот как раз таки ее видосы помните почему там есть и не только жгет есть сжигает напрочь все у нее там всякие эксперименты помните там у нее а ты так и не делала платье из помощи нет короче надетом эксперименты вырос еще колготки и желе желе и желейные и натуральные и желатина тебе больно говорить больно потом чё там еще чуть это там красит волосы из кошки ногти из кошки выше потом эти волосы красила на фукорцином и зеленкой да фукорцином это многие уже ну короче вот такого плана эксперименты всякие раз и не только из аптечки из магазина и по ремонту то там все будет по ремонту делать мы там будем я сейчас оставлю ссылку на второй канал посмотрите и еще у кристины это мало видео недавно недавно скоро будет усилены мы будем что-нибудь скоро кристина будет делать что-то для волос и туда выкладывать так вот назвался у нее канал дедаловна сначала хорошо но скажите потом почему ты засмеялась откуда ты знаешь что такое вообще дедалов нет нет ты говорила что это кто-то там что-то выдумщик какой-то архитектор самый известный самые первые самые рукасты что куда у него был племянник и кар вот вам нравится название дедаловна мне кажется классная а почему-то его не все поняли звучит потом у нее был канал метод крис да и сегодня мы переименовали канал потому что он будет продолжаться все таки его надо реанимировать вот с новым названием он прям запеет запоет и называется он chill girl как название на футболке который я подарила крис и я прям ну поняла что это про нее и костюмит мне очень нравится это знак был это был знак да такой посреди от василька василёк василий сделал жизнь василёк придумывает название канала селёк делает жизнь вот и теперь кристинка нам демонстрирует свой метод окрашивание я такого никогда не видела назад голову она окрашивает ковку кристина пожалуйста можешь поподробнее рассказать нам зрителям вот свой метод хорошо я долго к этому шла потому что я уже давно сама себя крашу и все всегда красят часа ну не все всегда но по крайней мере первое как я раньше красила ну допустим вот мы уже перелеснем сейчас на одном кусочке покажу вот вот сухой пробор мне нужен просто чтобы как будто мы только начинаем вот он сухой пробор и как вот я раньше красила на все красят наверное то есть вот сухой пробор и красят да вот эту сторону да обе стороны красят ну обе пусть пусть обе хорошо можно просто на одну сторону много наложить зачем он крис никогда лишнего движения не сделает потому у нее и лайфхаки подобные чтобы жить хорошо было комфорт легко комфортно я не подожди я нужно систематизировать максимизировать минимизировать любые действия чтобы было затрачено меньше энергии меньше времени и комфорт создавался оптимальный смотрите вот тяжело было перелеснуть да у тебя хорошо прочесанная голова не тяжело а когда мы красим но все равно тяжело она вот прилипает сразу что-то а если мы прокрашиваем только вот эту сторону на которую уложим волосы да на которую перекидываем на кладем чуть больше кладем на которую кладем волос да сюда только эту сторону видите вот я вот так вот думаю смотри покажу поближе чтобы они все знали твой метод только одну сторону я вот так вот делаю вот пропитываешь да да и потом просто а здесь сухая и удобно и расчесать то есть ты ее не мокрую чешешь да вот эту сторону а сухие волосики чешешь можно просто лучше поменьше врать потоньше вот подольше чтобы они она ляжет сюда либо вот так вот брать еще можно вот поднял можно даже если тебе кто-то докрасит вот ты поднял вот ну хотя если так поднимать если кто-то вообще можно с двух сторон да ну как бы вот мне кажется так удобнее и вот именно что окраски хватит я смотрит уже много я просто к тому что чтобы вот это вот была часть сухая не задействована чтобы она не тянула за собой тоже тут когда поднимается не совсем мне неудобно когда сам себя красишь мысли ясно да вот я взяла сухой но это в целом интересная так расческа упала на продезинфицировать и у тебя есть дезинфектор то есть вот я показываю как я сама себе я-то могу сирене из двух сторон прокрашивать да потому что я прочесываю не надо с двух давай с одной давай с одной идея посмотрим что получится она накрасит меня и мы посмотрим вообще хватит ли нам половинки потому что мама меня красила у нее еще осталось когда она мне красила я люблю прокрашивать у меня никогда ничего не никогда у мама все прокрасил хорошо я просто думала что ты себе с лихвой всегда краски разводишь поэтому я и расслабил нет я впритык сейчас сделала так что пожалуйста мастер растяните у тебя кстати черные бакимбарды спасибо за информацию ты темнеть начала теперь я буду знать теперь я буду с этим макушка у тебя русая придется с этим жить так главное бакимбарды хорошо прокрашивать да потому что это самая одна из холодных зон слушай ну тебя будут бакимбарды тёмные не надо мне тёмные бакимбарды надо хорошо прокрасить так теперь что мы делаем чтобы в сторону и комфортно поэтому вообще хотела заколку а крис нормально справляться не просто бросит туда сюда тебя буха не нормально да будут биться волос а что они сухие будут биться прям будут опричал волны вот я просто по себе это моё самое неприятное когда эту краску переворачиваю не знаю когда я тебя крашу ты молчишь просто терпишь так давай повыше краску на эту сторону слушай такое ощущение что это у тебя не краска порошок был такой как сиреневеет или это все я просто не пользуюсь такими красками да с холодным отливом он всегда темнее не те сиреневеет но сиреневеет потому что там есть жемчужный такой вот легкая фиолетовенькая она жемчужка и она ночь красивый оттенок делает такой мне больше всего интересно девочки что получится по длине потому что корень мы с вами красили недавно и мы знаем это красиво и классно этим докраска да и другой вопрос еще знаете в чем что оттенок в любом случае он смывается и остается немножко желтоватый то есть у меня были желтоватый ну как бы желтоватая общая длина и когда я сделала корни они были чуть жемчужнее да чуть холодней как будто и когда они начали смываться все ну все плавно сделалось с общей длиной стало такое с желтинкой немного но однородная и мне сейчас интересно если я покрашу по длине сделаю этот пепельный отлив да они тогда могут остаться забиться в пористых в пористой длине волос и смываться не так как с корней и боюсь чтобы не получилось а у меня ну на контрасте с холодным с холодной длиной желтые корни когда подсмоются немного картинка косячит тоже на бровь я увидела на бровь выше это у тебя тут бровь она была очень рядом я теперь понимаю почему у тебя очки лежат увеличительный ну ты видишь что там прокрашивается все да когда ты расчесываешь переворачиваешь видишь что все там в краске да я бы побольше ну ты говоришь экономить надо пропускать смысле пропускать не надо ладно ладно просто ну толсто как бы лишнего не надо класть положить как говорится ложить можно класть не надо девочки я вижу что чуть-чуть может быть не хватит для она плохо помешано еще ты видишь лянь капля то я решила добавить чуть-чуть еще одно чуть-чуть вот это вот закончим вот это вот вперед мы считай покрасили на вот как было на концентрированное на концентрированное а ты же разлила я же разлила и добавила давай давай все же все давай чуть-чуть капай один к трем получается на затылке буду один к трем как лучше когда больше этой опыслимо типа и мне кажется осветляется больше осветление идет когда больше оксида поэтому осветляющую если вам осветляют делают один к двум хотя можно один и к одному сделать но просто типа лучше будет более светло что ли не знаю до конца кстати скажите девочки чем отличается вот красила пья один к одному или один к двум профессионалы меня смотрят будьте добры подскажите нам неопытным экспериментаторшем поехали назад назад в будущее вот крестинка очень быстро намазала мне период на самом деле но быстро ну конечно ты считай половину времени экономишь своим супер методом надо так попробовать кстати голова у меня щипает уже может чего зависит щипание от краски или от оксида интересно интересно чтобы они посмотрели нет подожди давай выровняем что красиво было чтобы как убрать а вот это крючок это крючок я думаю чё она зацепляет обалдеть так это расческа надо для твоего этого для твоей шапочки слышишь может кстати да обалдеть я думала до тоста и разделяю обратно такая сейчас это а здесь покажи маленький крючочек обалдеть подстава и цепляла она меня все это время представляете сколько волос выдралось пока боли так во первых ни разу это сейчас я случайно это слегка не обманывая просто неровный этот я думаю что у тебя за волосы что они при к спице прилипают и ты поняла да сразу волос сразу где-то ищет причину конечно во мне все сделала как у профессионалов с крючком с этим она елочкой получилась сзади мы быстрее давай реакция проходит она не проходит она идет надо быстрее пока она найдет к она не дошла придется крючком работать хотя можно ладно сейчас посмотрим крестюша смотрите все покрасила передавать вымазала всю красочку она сейчас еще найдет там капли 3 капли который покрасит говорит еще на период что-то потому что вот здесь вот всегда мы же я прям здесь густо следующий раз надо весь тюб чтобы прокрасить еще лучше не надо так давай подращу какое что дальше твои планы сейчас мы посидим так 15 минут буквально 10-15 минут и я разведу краску один к одному на 3 процентов номер 10 и 8 это тот же цвет должен быть но мы по всей длине сделаем его ты там распредели так чтобы тебе удобно было там по длине потом играть а он светлее или как он такой же должен просто оттенок просто вот этот оттенок он такой прям холодный жемчужина у меня волосы желтые и он должен прибить немного вот эту вот желтизну теперь она попробовал по зону да ну как посмотри как тебе удобно я не знаю что там сейчас творится еще девочки до крис напомнила говорит что это осветляющая же краска тебе скажу что нужно было начинать затылка и так далее я знаю что осветляющие краски обычно да ну вот порошок особенно начинают красить затылка потому что теменная зона да теминая вот здесь зона она ну там волос какой-то или что я не знаю она короче дольше осветляется а вот здесь очень быстро берется поэтому как бы затылка начинает и с порошком я именно так и делаю но это не порошок все-таки это осветляющая краска и работает она на мой взгляд немного медленнее то есть ее не надо там следить и контролировать как порошок да который может херакс там и все поэтому я решила что мы будем красить так сверху как бы нет особо и надо скажешь когда это когда это когда-то когда-то скажи как тебе вот нормально красить селену она не вредный клиент нормально я просто помню когда мама чоли красила это я первый раз видела когда селена мама чоли мама чоли мама чоли в резиновых перчатках просто селена красила ты без перчаток кстати они вода не лежат я вон они лежат селена нет сейчас жарко подожжай подлиннее еще раз масса можете одеть все таки а ну сейчас одену хорошо молодец кристина я прям не ожидала будет медленно красить тянуть волосы мне мне еще и свой метод чуть-чуть ну что мои хорошие прошло 10 минут и мы разводим нашу красочку по длине так как раз очки по длине вот кстати я не знаю сколько делать весь тюбитей весь тюбик делать а если один к одному то получится ее еще меньше половинки мало наверное конечно да как следует чтобы все про этого целую блин она 425 рублей стоит чем мы здесь экономить не будем или может просто как-то про эмулигировать в целом так и с водой еще там на 1 2 не один к двум не хочу вдруг это вредно как-то не на корни ладно так подожди 30 надо вот так ну и так почти один к двуме он почти 50 миллилитров налила девчонки это можно делать на глаз как бы да ничего страшного 30 или 50 мне кажется это не суть сильно так важно так открываем все цифры вам показал чтобы вы знали сейчас красота такая получится неземная будете потом спрашивать что за краска силе делаю половинку сижу в трусах намешаю уже я в прошлый раз вообще вот так намазала мне мама корни прошло полчаса там или 40 минут сколько надо было я посидела потом взяла все намочила просто про эмулигировала по всей длине прекрасный цвет я так тоже спрашивала ключом говорит что говорить нельзя нет это как бы вредно но я к тому что нам точно должно хватить вот этой краски про эмулигировать но для длины волос вредно с водой нет вредно вот этот 12 уровень размазывать почему если так дальнейшем потому что это осветляющая серия а тут надо уже бережно а то что ты на тройке красил а это ну это тонирующая здесь бережно если я буду красить волосы на семерке на трех процентном оксиде то будет бережно да ты можешь красить и длину а если ты например порошок то что почти там сравнивают с порошком надо не забыть это хром энергетический комплекс который будет сохранять здоровье наших волос я сказала как профи как кристинка выливаем его он достаточно жидкобат и знаете ли а это еще он нам больше как бы экономии придашь ой пахнет как блин а может быть эстель его нужно можно использовать нужно использовать только для эстель кто знает но профессионалы и консультанты и продавцы скажут тебе что только капус капусом а у тебя уже лонда капус ну например там где я покупала она сказала любую краску можно кидать лишь бы взяла она видишь что лондой крашу соответственно она не скажет что эстель только для лонды она скажет берите для любой красочки все крис поехали держи надо чтоб хватило значит иначе ты не пройдешь в клуб стилистов до можно не это расческа божья мужа такая мерзкая она такая мерзкая они как по маслу идет расческа все даже промазывается вот краска останется и мы вот ее уже будем распределять еще дальше сейчас снимаю девочки без микрофона она микрофон который находится на камере надеюсь хорошо слышно мы стараемся во всяком случае если не забываем говорить громко просто в прошлый раз было несколько раз такое что я забывала включить микрофон или от того что долго съемка идет с окрашиванием садится батарейка и у меня постоянно самые важные моменты они то без звука приходится там что-то вырезать смешное интересное ну то есть или либо перезаписывать как вот было с мамой там что-то мы перезаписывали поэтому я решила знать одну включу камеру все пошла и пошла это звука звука пошла и пошла же до перед самое главное фасад как говорится ой девоньки переживаю немного потому что реакции на краски нет еще ведь она какая-то белая а вообще сухие по длине я тебе заново здесь прохожу сухие по длине а вот еще и сухие а вот здесь которая была краска она видите фиолетовая какая-то я боюсь чтобы разные оттенки не были а крысинка говорит корни сухие я же тебя тут красила в корне сухие я говорю может мне тут не покрасила видите плешь какой-то ведь и вот сухие а вот сухие так страшно что будет не понятно вообще в общем все крестинка накрасила намазала цвет разный да все-таки корни сейчас и длина как-то вот вообще которая троши корень именно куда она носила на натуральный тебе сейчас в данный момент я вижу что желтоватый такой как соломенный цвет но еще реакция идет я не знаю вообще это живут корни должны быть хорошие пшеничный цвет вот краска я уже краю значит еще идет реакция пока нигде нету голубого сама краска только сиреневатая вот она вот такая вот сиреневый оттенок а по длине не сиреневый по длине холодный оттенок появляется но не сиреневый холодный оттенок такой как платина вообще могу сказать кристинка очень хорошо красит мне понравилось так что мама чоли если ты смотришь это видео ты можешь перекреститься я буду кристинку звонок чаще в гости чтобы она меня окрасила меня красила вот ну а что ты делаешь ближайшие два часа так что обращайтесь канал на кристину я оставлю под видео каждому индивидуальный подход и каждому новый вид окрашивания новый метод нужно 50 или 100 грамм выпить коньяка для алкоголя да знаете почему потому что еще один метод хорошего равномерного нет не равномерного а вот добавляем пузыречка чтобы лучше краска ложилась и быстрее нужно 50 100 грамм выпить желательно коньяка не потому что потому что потому что это даже у вас красиво кровь начинают быстрее в венах двигаться в жилах или как-то там согревается кожа и лучше краска ну как-то там где ты такой несколько раз я слышала это у меня со старые знания и недавно мне один мастер сказал тоже да царете кто слышал о таком методе делитесь в комментариях дочке села за интернет свой вот это прямой эфир новый завела блин как мы в бельгии пять дней блин подборку сделала что-то у меня то не получалось пока это это и в итоге полтора часа я уже сижу со своими корнями и час с этой тренировкой пошла смывать скорее крошки я помыла голову и и покажи иди скажи где желтизна ты сначала высуши дорогой подожди а я всегда смотрю на мокрое потом на сухие так они уже нам когда мокрые она просвечивает нутро там середину и скажем ты вот как видишь сейчас у тебя по длине платина вода с фиолетами никого а на корнях чуть-чуть пшенично а если чуть-чуть пшенично это значит когда высохнет желтизны не будет и духа потому что потому что на мокрых волосах как бы она хуже а вот так а вот кстати вообще вот здесь посмотри кажется что желтые желтая длина и холодная вот тут холодная зона да а тут как будто желтую корней прям а вот тут как будто как будто здесь не это нет она все должно быть очень круто мне кажется ну не знаю пойду сушить слушайте крошечки но где это видно на где это слыхано чтобы корни были холоднее длины вы понимаете даже всегда проблема для блондинок найти хорошую краску осветлитель как можно быстрее чтобы корни всегда были холодные понимаете потому что обычно длина холодная потому что пигмент быстро берется а корни всегда желтые во всяком случае у меня всегда была именно эта проблема но сейчас вот я покрасилась и вы посмотрите но вы видите что корни у меня холоднее холоднее корни на корнях вообще нет желтизны но по длине она есть но вот так не видно да я так вот вам сижу да красивый цвет честно тонировка 10 и 8 я не вижу вообще чтобы она что-то сделала ну на мой взгляд может я забыла как было но мне кажется что она нихрена не затонировала такие же как и были желтоватые но может чуть-чуть приглушил желтый может быть чуть-чуть но корни шикарные и знаете вот вы говорите селена ты нас не слушаешь я слушаю я все комментарии читаю но это не значит что я буду делать так как там пишут у меня есть свои методы я что-то добавляю вот вы говорите на 12 серии нельзя протягивать прошлый раз я не красила длину вообще я посидела 40 минут там с этими корнями про эмульгировала потом все и пять минут побыла и у меня было лучше даже чем сейчас протонировав на 3 процентах всю длину и на мой взгляд это безопаснее по ощущению своих волос это безопаснее сейчас я попыток потрогала волосы ну до ухода до когда смылась шампунем я почувствовала что они какие-то блин не очень хорошо скрипят и да там сейчас я уже маски маски масла всякий спрей нанесла и да конечно они шелковистые классные но на мой взгляд и цвет лучше это с корней 12 81 брать красить и потом чуть-чуть при эмульгировать еще один момент мне кажется надо отталкиваться от здоровья своих волос а то что ты видишь если они начнут портится через полгода через год и я это замечу то тогда я скажу да девочки это не вариант нужно выбирать три процента или полтора какой-то выбирать оттенок краски под корни да и делать но пока все нормально я думаю почему я должна по правилам если блин если не по правилам прикольнее быстрее и я не вижу чтобы портилась вот я да от этого отталкиваюсь еще момент я заметила что раньше я пользовалась шампунями которые окрашивают делают какой-то оттенок и я ими не любила пользоваться почему потому что я всегда краской окрашивала корни и ну как бы они всегда была какая-то желтизна на корнях да и когда я пользовалась цветными шампунями до синенькими чтобы убрать желтизну эта желтизна убиралась по всей длине волос а корни она не брала и получался еще больше контраст понимаете когда по длине холодная а корни у тебя желтые чем холоднее длина тем на ее фоне желтее корни и поэтому я отказалась от этого думаю пусть лучше такой в общем-то все желтенько но с этой краской если вы будете красить ну вы будете да у каждого свой пигмент у каждого своя структура волоса у каждого волосы по-разному поддаются если мне эта краска подходит не факт что она подойдет вам но попробовать стоит да у меня получается корни холодные что я могу смело сейчас взять и пару раз точно помыть оттеночным шампуням я имею ввиду что по цвету будет идеально то есть корни не будет желтить будет очень красиво все в целом терпимо но я буду ждать пока немного подсмоются корни чтобы все-таки такой много желтоватый однородный цвет стал сейчас не бросается в глаза в целом хорошо кристинка хорошо покрасила мне очень нравится корни общий шикарный в общем не надо мудрить следующий раз просто покрашу корни про эмульгирую по длине как только начнут портиться буду лечить вот еще что хотела сказать может я неправильный цвет подобрала нужно больше холодного фиолетового чего-то сюда добавить рассказать что оттеночные шампуни на мой взгляд на ощущение по волосам очень портят волосы вот я один раз так помою а потом какие-то они ну конечно после всех моих уходов волосы всегда шикарные уходы я свои показывала уже в предыдущем видео по моему я подробно показывал чем я брызгаю что делаю в общем сейчас за это покажу кстати отросли у меня уже волосы так хочу длинные смотрю на диволину у нее такие волосы длинные шикарные смотрю вообще на девочек с длинными волосами да какой я смотрю на себя я же вам делаю эти все всякие эфиры из прошлого до гоняя я смотрю на себя думаю какие у меня шикарные волосы боже мой зачем я их начала обрезать но они будут такие потому что они у меня быстро растут и они у меня хорошие здоровые так что они обязательно будут такие такой вопрос когда вот все мои хорошие перстинки там позвонили она убежала я прощаюсь пока без нее ссылочку на ее каналы оба я оставлю под видео обязательно подписывайтесь давайте поддержим ее лайками подпиской спасибо ей большое за окрашивание теперь я буду просить и всегда окрашивать мне нужно всего лишь два раза в месяц я думаю она будет не против будем друг друга красить дома вот а кстати по поводу еще оттеночного шампуня вместо оттеночного шампуня у меня давно уже лет пять назад созрела идея как можно это сделать и кое-что даже уже давным давно купила надеюсь она не просроченная лежит там скоро будет видео я попробую рискну оттенить свои волосы все ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите комментарии я очень жду и всем пока пока до новых видео